друзья всем привет с вами николай я как всегда рад вас приветствовать себя в гостях давненько не было у меня ходячки не все ее любят но тем не менее читая комментарии на моем канале я понимаю что много в том числе любителей ходячки сейчас выберем какую-нибудь страну например латинской америки может быть что-нибудь милис что тут у нас эквадор или африки какой-нибудь а вот а шри-ланка вам показывал давайте посмотрим лес лес давайте вот африку посмотрим леса то сейчас я монеточки достану и вам дорогие друзья покажу достал монетки дорогие друзья это определенное наследие того периода моего коллекционирования когда я думал что ох как классно собрать ну не то что все монеты хотя бы по наборчику из каждой страны мира ездил специальный магазинчик вот как всегда на вот этих монетах какие-то налеты появляются потихонечку потому что в таких альбомах дорогие друзья хранить монеты я вам не рекомендуют этот китайский алиэкспресс условно говоря он монеты портит берегите свои монеты дорогие друзья да иногда холдер стоит 5 рублей иногда возможно он будет стоить дороже монеты я не устану это повторять дорогие друзья иногда это оправданно если вы любитель ходячки особенно современной ходячки друзья это современные сплавы монеты это не какая-то там медь это не серебро высокой пробы это блин в лучшем случае какой-то никелевый с той же самой медью сплав в худшем случае это какая-то просто сталь с гальваническим покрытием и она гниет условно говоря на нее какая-то муха пукнула и монете уже трындец будет смотреть какой красивый герб у королевства лесота или лесота я если честно даже не знаю дорогие друзья это видео я снимаю без какой-либо подготовки ну в принципе как и всегда два коня пинают копытами крокодила короче и наверняка тут какая-то надпись умная у колоса чего-то ну прикольно судя по всему валюта там молоти молоти я думаю на первый слог на второй слог наверное ударить ударение тут тоже я небольшой знаток в ботанике тут такие колоси там другие колоси для меня они все на 1 я не отличу условно говоря рожат пшеницы или чуть в этом духе 2 молоти но прикольные монетки на самом деле у меня много монет африки которые я никак не разбирал хамош хамошу хамоша шо какой-то снизу еще увидим какой-то я не знаю личность какая-то единственное что я знаю если честно про вот это государство то что это не очень благоприятная очередь для жизни государства то что находится если мне память не изменяет либо южной африке либо юго-восточной африки и знаю что там большая заболеваемость пидом к сожалению и то что это условно говоря африканский ватикан вот это вот я как-то читал и я запомнил что это государство внутри государства по моему со всех сторон его окружает юар вот дорогие друзья проблема тоже вот этих вот монет эту монету сто процентов кто-то взял однажды рукой и вот эти вот полоски которые на цифры 50 это следы отпечатков чего-то пальцем по-любому может быть даже мы его условно говоря лицент и лицента судя по всему это составные части молоти наверняка в одном молоте 100 лицент и у меня подписчики на канале не то что делится на два лагеря но расходятся в мнении касается касательно таких монет некоторых говорят блин николай ты чуть делаешь заканчиваю выкинь это все в помойку вы купи себе я не знаю одну серебряную какие-то монетку какую-нибудь другие говорят нет прикольно почему бы и классно я люблю ходячку мне нравятся такие монеты и мне в принципе нравится дорогие друзья но я ухожу от такого коллекционирования я ухожу к серебру к старинному серебру по большей части может быть чуть-чуть к современному инвестиционному но все-таки я надеюсь что рано или поздно в моей коллекции будет очень много старинных колор красивых классных талеров бесед и прочих монет в основном европейских потому что я не любитель вот этой арабской вязи я не любитель китайских иероглифов я все-таки думаю что это будет европейские монеты вот 5 лицент маленькая крошечная мальчика какая-то изображена там хижина местная африканская кстати что еще знаю про вот это государство то что она очень высоко от уровня моря находится то ли она на каком-то плато то ли на какой-то возвышенности и климат там не всегда даже африканский то есть даже с морозами то есть какая-то высокогор ну может быть не высокогорная страна но находится на какой-то определенной высоте относительно уровня моря я пока доставал монеты из альбома дорогие друзья да заодно достал еще всякие другие монеты из моей коллекции у меня очень много не сортированных не не разобранных монет вот гамбия ганда египет сенегал тунис мавритания кения иран 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 и тоже ближний восток очень много еще таких вот листов с монетами которые я не перебирал и их нужно перебирать вот кучу монет я тоже нашел отобрал в одной из коробки вот монеты африки вот так вот разложены гамбия тут видите написано остатки сенегала наверное какие-то монеты разновидности по годам это юар вижу вот танзания какие-то монеты вот это вот все дорогие друзья мне нужно перебирать и я нифига не успеваете не делом заниматься давайте сейчас возьму еще какую нибудь случайно вообще совершенно случайную страну вот тунис например вот у меня лежит здесь в альбоме опять таки дорогие друзья что касается хранения монет таких вот листов вот я сейчас достану монетку во первых посмотрите видите что остается на этом листочке после хранения я все эти монеты когда сюда клал я их чистил в обязательном порядке без исключения каждую монету я обрабатывал там мылом еще чем-то какой-то жесткий химия никогда не прибегал и скорее всего я еще мог мог зубную пасту какую-то применить в худшем случае спиртом нет не обрабатывал но вот ведь посадочное место если посмотреть на саму монету на ней тоже видны налеты у и тут вообще какая-то беда случилась монет давайте сейчас я достану монетку туниса ничего не не могу вам сразу сказать про эти монеты не знаю какая там валюта потому что опять таки написано не по-русски он сейчас достану заодно вот проверю если вот в этих подмешочках какие-то монетки повторки туниса и отложу может быть себе несколько в коллекцию отобрал монетки туниса и вся повторках нашел два маленьких пакетика на которых было написано тунис и здесь были вот такие монеты скорее всего это все какие-то повторки или чего-нибудь в этом духе ну ничего сейчас проверим в тунисе насколько я понял мельком глянув в интернет динары это какие-то лидеры туниса судя по всему монеты у меня не в очень хорошем состоянии я решил что так как у меня монет африки совсем 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 ничего ну мало на действительно мало я отложу буквально те монеты которые в хорошем состоянии например женщина слева явно в более хорошем состоянии чем женщина справа если не согласны дорогие друзья пишите в комментариях а почему интересно они а это разные с этой стороны монеты поэтому я их отдых вложил в коллекцию но сейчас дорогие друзья я не пытаюсь прям отказаться полностью от прошлого которое которое для меня было каким-то этапом дорогие друзья коллекционирования я оставлю например вот эту монетку в коллекцию вот эту монету я в коллекции оставлять не будут такие я наверно отложу все вот такие вот монеты африки я буду сейчас перебирать наверно несколько дней и всю такую африку не в очень хорошем состоянии кину на мешок с рубля я часто говорю в своих видео что я там кину на мешок с рубля мне однажды руки дойдут дорогие друзья у меня к сожалению не всегда хватает времени на все это дело я стараюсь уделить время семье стараюсь уделить время работе еще другим делам к сожалению невозможно невозможно посвятить все время монетам сожалению или даже к счастью очень старая монета 1434 года до нашей эры как вы понимаете само собой но это шутка не очень смешно видите вот эти вот налеты скорее всего вот эта монета была почищена точно так же как и вот эта монета но а может быть не точно так же но она пролежала сколько же лет десять дорогие друзья лет ну восемь семь точно лет назад я клал их вот в эти листы и вот что с ней случилось вот этот зеленый налет я буду сейчас счищать и он счистится дорогие друзья это последствия хранения монеты вот в этих вот китайских извините меня за грубое слово в китайских вонючих листах не храните так свои монеты храните монеты правильно кладите монеты в холдеры это поможет им сохранить себя почищу монеты посмотрю что из этого получится и тоже буду закладывать их холдеры так ладно вот эта дамочка из повторок даже мне кажется в более хорошем сахара состоянии возьмем ее основную коллекцию наверно из повторок 200 200 мы не видели наверно сотка 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 все они какие-то такие грязненькие ну в общем сейчас буду смотреть дорогие друзья вот это монеты возможно не было не знаю что здесь лежит на руках какие-то условно говоря апельсины я понимаю что это нифига не апельсины наверное что-то такое другое но что подняюсь сказать что это такое в общем в повторках никаких интересных монет не оказывает вот какая-то момент это монетки не видел этот красивый монет дерево не знаю какое явно не дуг потому что вряд ли в туниси там дубы растут скорее какое-то местное африканское дерево тоже монета 1434 года монете 600 лет гг 2013 года друзья монета и всего ничего меньше чирика так здесь изображено наверное какое-то древнее строение по форме похоже на что-то вроде может быть колизей или аптитеатр или какого-то такого заведения для публичных зрелищ может быть какие не кладиаторские бои или чем в этом духе давайте на этом будем заканчивать дорогие друзья у меня это много всяких других монет африки буду я их потихонечку перебирать может быть вам покажу в следующих видео не буду показывать как я все это делать чищу укладываю в холдеры но еще раз обращу ваше внимание что обзор таких монеток на моем канале будет встречаться все реже и реже потому что я планирую уходить к серебру к серебру старинному например вот такому как у меня будет в одном из следующих видео или в предыдущем видео я покажу я еще не знаю либо к серебру и современному инвестиционному но буду уходить к серебру все дорогие друзья спасибо вам большое за внимание всему вам доброго хорошей предстоящей рабочей недели берегите себя и своих близких и пусть будет над нами мирное небо всем пока